Всем приветики! Сегодня понедельник и в очередной раз мы на моей кухне, так как по понедельнику у нас рубрика правильного питания или что я ем. Сегодня мы будем готовить лук-порей. Вот правда он у меня вот такой вот меленький. Обычно он крупный довольно-таки и я обычно беру от 4 до 6 стеблей недостаточно, чтобы приготовить. А в этот раз я подошла и вообще думала, что это молодой чесночок. Вот листики, видите, как похожи. Мы все знаем о пользе лука-порея, что в нем соответствует очень много солей, также эфирные масла. Служебные свойства лука-порея были известны и в далеком прошлом. Так, ну начнем готовить. Что нам для этого нужно? Соответственно, сам лук-порей. Ждите минутку, я открою окошки. Ну, и так, подморской брызь начнем готовить. Идем с морем, а мы готовим. Так, значит, нам непосредственно что нужно? Лук-порей. Зеленую часть. Оставляем только белые стебли. То есть я всю зеленую часть отрезала. Нам нужен апельсин, лимон. И вот тут я уже нарезала одна луковица. Одна луковица. Небольшая, так как у меня немного. Лук у меня всего лишь один пучок. И я нарезала вот так вот. И вот так вот я нарезала морковку. Еще нам для этого нужно... Здесь у меня рис. Буквально столовая ложка риса. Здесь же оливковое масло. Соль. Перец. Ну, вроде все. Если что-то забыла, во время готовки вспомню. Ну, непосредственно, потом начинается. Не поймайте, какое масло. Как у меня пикает. Я очень хочу курс, я недавно пришла. И здесь у меня котлетки. Я как-то не достану курицу. Здесь у меня котлеты. Фарш я люблю смешивать баранину с говядиной. И это котлетки у меня с сыром. То есть уже в готовый фарш я добавляю мелко рубленый сыр. Сейчас, внимание, в котлетки. В котлетки я тоже готовлю в духовке. Я не знаю, лука, порей, наверное, я не дождусь. Потому что уж очень хочется кушать. И попозже я хочу опять... Сегодня понедельник. Последний день. Рамазан. Завтра уже начинается праздник. Но сегодня уже никто не работает. Я хочу успеть пойти еще раз на Рамазан-пазар. И докупить вот тот сыр, который я показывала. Какой-то из одних книг из своих роликов. Очень-очень вкусный сыр. Маска у нас разогрелась. Бросаем туда лучок. Обычный лучок. Гречный. Так, как мы нарезаем вот тут в порей. Мы его нарезаем наискосок. Этот мелкий, поэтому я его буду нарезать. Наверное, сантиметра 3. Тем самым, как у нас нравится наш ручок. Тем временем мы, наверное, выберем уже сок лимона и апельсина, чтобы не терять. Нам драгоценное наше время. Если у вас нет апельсина, ничего страшного. Прям полная-полная чашечка получилась. Можете купить апельсиновый сок. Так, один апельсин мы выжили. Этого достаточно. И сок варим в муру. И кладем сюда же наш... Я не знаю, я, наверное, лук-порей положу вместе с морковкой в этот раз. Обычно мы кладем лук-порей, потом уже морковку. Я так думаю, что лучок меленький, и он очень быстро у нас с вами приготовится. И я думаю, что сразу сюда же положим морковь. Так, можно уже накрыть крючечкой. Ничего не добавляем, пока не владу, ничего же. Я очень хочу кушать. Сейчас я тебе накрою, а потом еще раз подключусь. Мы сейчас готовим просо. Но просо это не основное наше блюдо. Сегодня у меня на обед будут котлетки. У меня тут нету, кстати, ни яйца, потому что с яйцом котлеты становятся жестковатые. Также у меня тут нету ни хлеба, то есть ничего. Вот такие вот маленькие котлетки. Зато у меня там есть сыр, который я нарезаю кусочками и добавляю в фарш. Очень вкусно. В Турции вообще кушают котлеты. Бывает, можно сделать котлеты и с грецким орехом. Также можно сделать котлеты с фисташками. Ну и, конечно же, мой стандартный салат. Я думаю, что аппетита, я наелась. Так, ну посадим две. Кто хочет, может попчить. Я так думаю, что уже пора. Тот, тут ничего не изменилось. Я ничего туда не добавила здесь. Вот. Просто лук, лук-порей и морковка. Я считаю, что сейчас нам пора добавить туда рис. Добавляем наш рис. Добавить немножко. Здесь сколько? Как если здесь была одна столовая пробка. Значит, здесь ложки три столовой воды. Просто, чтобы рис прохладился. Все, а то опять накрываем крышкой. Почему это я не показала, как приготовим котлеты? Дело в том, что эти котлеты я сделала давно, и они лежали у меня замороженными. Мы всегда, если что-то лепим, то всегда делаю я немного про запас. Когда нет времени, вытащим и готовим. Ну, так-то так. Теперь мы туда добавляем немного сока лимона. И даем еще потушиться. И даем еще потушиться. Так, теперь мы наливаем туда сок. Апельсиновый сок. Все, эту чашечку мы будем делать сока. И уже после того, как добавили сок, я думаю, что минуты... Минуты три на медленном огне потомим. Так, ну, пока мы подготовим тарелочку. Подготовим тарелочку, на которую будем выкладываться. Ну, вот и прошло три минуты. Я думаю, что нужно вам еще попробовать морковку. Морковка. Вы когда-нибудь ели морковку в апельсиновом соке? Ну, вот попробуйте. Очень просто и обычно. В апельсиновом лимонном соке. Так, что у нас получилось? Можно спрыстить, как я уже сказала, но сейчас даже и спрыстим еще сверху немного оливковым маслом. Так, сейчас мы спрыстим это все оливковым маслом. Буквально немного. Всем вкусной, здоровой пищи! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...